Владимир Путин вскоре полетит над Кремлем. Вертолетная площадка для главы государства уже готова. Об этом официально заявил управляющий делами президента Владимир Кожин. Объект решили построить, чтобы хоть как-то минимизировать пробки, которые образуются после проезда кортежей, и увеличить скорость перемещения первого лица страны. Местом строительства стал Тайницкий сад, одна из режимных зон Кремля. Основное и главное, чем руководство избирает это место, это безопасность всех памятников архитектуры, всех сооружений Московского Кремля. При натурных испытаниях, когда сюда садились различные типы вертолетов, проводились исследования, изучались те воздействия, которые были на памятники Кремля. Ответ всех этих мероприятий однозначный. Никакого негативного воздействия. Подготовка площадки заняла почти год. Пришлось ликвидировать обнаруженное под стенами Кремля подземное болото, пересадить часть кустарников и снести временные постройки. В целом строительство обошлось в 200 миллионов рублей. Теперь дело за эксплуатацией. Вертолеты, которыми будут пользоваться президент и премьер, уже закуплены. Есть два типа вертолетов. Легкий вертолет типа Агусто. Пока еще итальянского производства, но уже с этого года это будет российский вертолет, начинает производиться в России. И основной наш год это Ми-8 МТВ, тяжелый вертолет. И, собственно, под него проводились все расчеты. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин воспользуется площадкой при первом же удобном случае. Возможно, она также пригодится для доставки лидеров иностранных государств из Внукова в Кремль. Продолжение следует... Продолжение следует...